Ночь без сна и раннее утро со слезами на глазах. Сегодня состоялась первая отправка челнинских ребят вооруженной силы России. Всего в этот призыв российскую армию пополнят 500 парней из набережных Челнов и Тукаевского района. У военкомата на Зябе немноголюдно. Отсюда сегодня отправляется только 9 ребят. Рядом с призывниками, как и положено, родные, близкие и друзья. Кто-то веселится и пребывает в хорошем настроении, а кто-то еле сдерживает слезы. Мы с ним два года. Делать не уже, тогда мы будем ждать. Что там будет, то что не знаю, скажу потом, что скажу. А тогда сам пришел. На прощание с провожающими у призывнуков несколько минут. Перед отправкой на республиканский сборный пункт у ребятам необходимо еще пройти визуальный контроль. Провожаю родителей, друзья, близкие, родственники, приятные. Настроение хорошее. Я хочу служить как бы. Все семьи служили. Брат не давно пришел. Отец служил. Вот я теперь. Сегодняшняя отправка уходит. Это центральный военный округ, сухопутные войска, военно-воздушные силы, западный военный округ, тоже так же сухопутные войска и военно-воздушные силы. То есть по всем направлениям. Этот призыв попал под реформу. Еще в начале года Министерство обороны объявило, что армия распрощалась с портянками, которые на протяжении 200 лет согревали и защищали ноги солдат. На смену портянкам пришли носки. По заверениям заместителя министра обороны, чтобы переобуть российскую армию, уже закупили более 2 миллионов пар летних носков и 1 миллион 200 тысяч зимних. Еще одно новшество этого призыва. Каждый срочник получит сумку с гигиеническим набором из 18 предметов. В комплект вошли зубная паста, пена для бритья, дезодорант, шампунь. Но получат призывники сумки только на сборном пункте в Казани. Там же им выдадут и сотовые телефоны. Елена Портнова, Радиганеев, РНТВ, Набежная Черная.